В этом году Красноярск, да и край в целом, ждет настоящий строительный бум. И дело здесь не только в возведении объектов для будущей универсиады и реставрации домов к 400-летию Енисейска. В нашем регионе, несмотря на непростые экономические условия, будут строить больше домов для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, больше больниц, школ, садиков. И особое внимание будут уделять модернизации коммунального комплекса. Что еще необходимо сделать вместе со строителями, обсудил губернатор края. Перед тем, как ставить задачи на год новый, подводят итоги 2015-го. Строители говорят, есть повод для гордости. Несмотря на кризис, построили даже больше, чем обычно. Впервые ввели в край 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. В лидерах Сосновоборск, Минусинск, Ачинск, Березовский и Курагинские районы. За год возвели 34 детских садика. Столько не строили даже в советское время. Переселили из ветхих и аварийных домов почти 5 тысяч человек. А в этом году планируют еще больше. 2016 год. Самый большой по объему финансирования, самый большой по вводу жилья, самый большой по количеству переселяемых. И самое сложное для нас в том, что город Краснояр свою программу закончил. И нам нужно будет 92 тысячи жилья построить. Там, по-моему, 4,5 тысячи населения переселить. И это по 16 муниципальных образования. Но у нас сомнений нет, потому что в городе Ачинске ситуация идет по графику, в городе Камске идет нормально, в Лисосибирске с обережением. На встрече со строителями губернатор края подчеркивает, перед ними сейчас стоят серьезные задачи. И в нынешних экономических условиях, когда надеяться на помощь из федерального бюджета не приходится, их нужно решать по-новому. К примеру, привлекать частных инвесторов к строительству. Так в 2015-м поступили с детскими садами. Некоторые объекты возводили бизнесмены под гарантию выкупа. Виктор Толоковский говорит, эту практику нужно продолжить и при возведении школ. А также строить жилье для молодых специалистов с участием самих предприятий, заняться модернизацией коммунального комплекса и снизить его себестоимость. Кое-какие решения губернатору показывают на архитектурно-строительной выставке, которая открылась в Красноярске. Например, вот такие котлы термороботы уже есть в домах, садиках и больницах края. Это системы отопления, то есть инновационные автоматические угольные котельные, которые позволяют работать от нескольких дней до нескольких месяцев без участия человека. Они более экологичны. За счет полной автоматизации непосредственно происходит полное сжигание угля, то есть топлива, и поэтому из трубы нет черного дыма, запаха. Еще одна задача на этот год – существенно увеличить госзаказ на строительство объектов и возводить так называемое арендное жилье. В таких домах однокомнатные квартиры и гостинки сдаются специалистам бюджетной сферы по льготной цене. И, конечно, самая масштабная стройка – это объекты универсиады. Новые общежития, много на двух площадках сразу, медицинский центр и, так называемый, центр питания для участников универсиады. Начинаем, буквально, думаю, через месяц начнем работы уже в больнице скорой помощи. Там будет новый медицинский корпус, новый большой лечебный корпус. В общем, по объему, думаю, что 2016 год будет побольше, чем 2015. Чтобы успеть построить такие крупные объекты, краевые власти даже собираются сделать быструю работу условиям для подрядчиков, чтобы те трудились на стройках по ночам и без выходных. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости.